Благодаря отца нашего Иоанна Златоуста, Феодору Падшему. Увещание первое. Продолжение. Расскажу тебе о том, что случилось при нас и чему сам ты можешь быть свидетелем. Ты знаешь молодого сына Урбанова, Феникса, который остался сиротой в юности и был владельцем множества денег, рабов и полей. Прежде всего оставив занятия науками в музеях и сбросив в себя светлую одежду и всю гордость житейскую, а затем тотчас надев худую одежду и удалившись в пустыню на горы, он обнаружил большое любомудрие не только по возрасту, но и в сравнении с великими дивными мужами. После того, удостоившись священного участия в таинствах, он еще более преуспевал добродетели. И все радовались и славили Бога, что человек, воспитанный в богатстве, имевший знаменитых предков и еще весьма молодой, вдруг поправ всю пышность житейскую, достиг истинной высоты. Когда он был в таком состоянии и возбуждал удивление, некоторые развратители, по праву родства, имевшие над ним надзор, опять увлекли его в прежний круговорот. Бросив все, он скоро, сойдя с гор, опять появился на торжеще и, восседая, наконец, со множеством спутников, ездил по всему городу и уже не хотел любомудрствовать. Пламенея великим сладострастием, он по необходимости предал вался нечистой любви, и не было между близкими к нему никого, кто бы не отчаивался в его спасении. Его окружала толпа льстецов и к тому же присоединилась сиротство, молодость и огромное богатство. Люди, склонные легкомысленно порицать все, стали обвинять тех, которые сначала обратили его на тот духовный путь, утверждая, что он и в духовных делах не удался и к своим делам будет негоден, так как прежде времени, оставив занятия науками, не мог извлечь из них никакой пользы. Когда это говорилось, и происходил великий позор. Некоторые святые мужи, часто уловлявшие такую добычу и по опыту хорошо знавшие, что вооруженные надеждами на Бога не следует отчаиваться в таких делах, постоянно следовали за ним, и, завидев его, появлявшимся на торжеще, подходили к нему и приветствовали. Сперва он прямо с лошади разговаривал с ними, причем они следовали за ним по бокам. Такое бесстыдство сначала было в нем. Но они, сердобольные, чадолюбивые, нисколько не стыдились этого, осмотрели только на то, как бы отнять у волков овцу, чего и достигли терпением. Ибо впоследствии он, как бы от какого ума иступления, придя в себя, и устыдившись великой заботливости их, лишь только издали усматривал, что они идут к нему, тотчас соскакивал с лошади и, опустив взор, с молчанием выслушивал от них все, и в течение времени все более и более стал оказывать им уважение и почтение. Таким образом, они, по милости Божией, мало-помалу освободив его от всех этих сетей, возвратили прежнюю пустыню и любомудрию. И теперь он настолько просиял, что прежняя жизнь его представляется ничем по сравнению с жизнью после падения. Хорошо на опыте, узнав искушение, он все богатство раздал бедным и, освободившись от забот о нем, отнял у желающей строить козни и всякий к тому предлог. И теперь, шествуя по пути к небу, достиг уже до вершины добродетели. Но этот еще в юности и пало восстал, а некто другой, после многих трудов, понесенных им пустын на жительстве, имея одного только сожителя, ведя ангельскую жизнь и достигнув уже старости, не зная каким образом по какому-то сатанинскому ухищрению собственной беспечности своей дав лукавому доступ к себе, впал в похоть общения с женщинами. Человек, никогда не видевший женщины с тех пор, как вступил в монашескую жизнь. Сперва он попросил сожителя дать ему мясо и вина, и угрожал, что если не получит, это уйти на торгище. И говорил он это не столько потому, что хотел мясо, сколько для того, чтобы иметь повод и предлог отправиться в город. Тот, недоумевая и боясь, чтобы, отказав ему в этом, не причинить ему большего зла, удовлетворяет его желание. И даже он, увидев, что хитрость его не удалась, то уже с янным бесыдством сбросил притворство и сказал, что ему непременно надо бы насходить в город. Тот, не будучи в состоянии остановить его, наконец отпустил, и, следуя за ним, издали наблюдал, к чему клонилось это его путешествие. Когда же увидел, что он вошел в непотребный дом и узнал, что он сообщился с блудницей, то, подождав, пока он удовлетворил нечистую похоть свою, вышел оттуда, принял его с распростертыми руками, объял и горячо поцеловал, и нисколько не упрекнул за содеянное им. Просил только, чтобы он, так как удовлетворил уже свою похоть, опять возвратился к пустыножительству. Этот, устудившись великой кротости, его мгновенно был поражен в душе, и, почувствовав сокрушение грехе, последовал за ним на гору, и, пришедшись туда, попросил того мужа, чтобы он, заключив его в другой келье, заперши дверь ее, доставлял ему хлеб и воду в известные дни, а спрашивающим об нем говорил, что он умер. Сказав это, и убедив сожителя, он заключил в себе и жил там постоянно, постом, молитвами и слезами, омывая душу от греховной нечистоты. Спустя немного времени, когда ближайшую страну постигла засуха, и все жители ее были в печали, не то получил во сне повеление попросить того затворника помолиться о прекращении засухи. Взял с собой друзьем и отправился туда, но там сперва они нашли одного только сожителя затворника, когда же спросили о последнем, получили в ответ, что он умер. Подумав, что они обмануты, они опять обратились к молитвам и опять через такое же вердение услышали то же, что и прежде. Тогда, отступив того, кто действительно притворствовал, просили показать им этого мужа, утверждая, что он не умер, но жив. Тот, услышав это, и видя, что состоявшееся между ними соглашение открыто, приводит их к этому святому, и они, разобрав стену, потому что и вход был заложен, и вошедшие все поверглись ногам, и рассказали о случившемся, и умоляли его избавить их от голода. Сперва он отказывал им, утверждая, что он далек от такого дерзновения, так как непрестанно имел пред глазами свой грех, как бы сейчас только совершенный. Когда же они рассказали обо всем случившемся, то убедили его помолиться, и, помолившись, он прекратил засуху. А о том юноше, который был сперва учеником Иоанна Зеведеева, потом долгое время начальником разбойников, и опять уловлен святыми руками блаженного, и из убежищ и пещер разбойничьих, возвратился к прежней добродетели. Тебе самому не безызвестно, и ты точно знаешь все не хуже нашего, потому что я часто слыхал, как ты удивлялся великому снисхождению Иоанна, который сначала поцеловал окровавленную руку юноши, обнял ее, и таким способом привел его в прежнее состояние. Так же поступил Блаженный Павел в отношении Анисима, этого негодяя, беглеца и вора. Такого-то человека он не только сам принимает в объятия, когда тот переменился, но и господин его просит оказать покаявшемуся одинаковую с учителем честь. Аминь. Продолжение следует.